вот так там снимать нельзя так я проводил и вот так вот получается по сути человек с утра у нас прилетел как я обещал за 2 часа мы все подобрали все быстро сделали пообедали обед не стал вам показывать чтобы не облизывались и все и мы спокойно расстались купили квартиру купили квартира в Дагомысе называется у нас ЖК давайте покажу аэропортик и называется у нас ЖК который я продал называется как раз вот Басквор да все и наверное сам первый кто с нашего агентства продал там квартиру итак всем добрый вечер и давайте мы с вами пообщаемся вот на какую тему мы с вами пообщаемся на такую тему мы с вами сегодня как раз слушал у нас maxfm и там как раз были именно задействованы тема продажи в городе Сочи и как раз озвучили про тех людей которые пытаются зайти там на сайт застройщика пытается выйти напрямую и купить дешевле как вы понимаете дешевле никак в жизни не получится почему ну потому что у застройщика заложен там когда он строит объект у него заложен определенный процент на так скажем на продвижение на содержание бухгалтеров то 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 все и поэтому застройщику без разницы там единый прайс идет продаст это он сам либо продаст кто-либо другой поэтому обычно например кто-то делает такие есть такие знаете как сказать хитропопы да такие они которые берут так скажем с риэлтором катаются 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 а потом берут такие и в тихомолочку сами идут но что я могу сказать я наоборот я рад когда так все происходит почему ну потому что у меня тоже был там клиент да он например когда мы показываем на объектах фиксирует последние четыре цифры да запоминает четыре цифры телефона все и как обычно происходит потом клиент берет приходит сам пытается купить напрямую застройщика застройщик все равно ему никакую скидку не делает ну реально не делает потому что не за что делать скидку а потом просто приходит звонок например этого мужика и говорит на максим подойди пожалуйста забери свою комиссию потому что по сути как бы хороший риэлтор управляет очень большую работу он выбирает очень хороший классный объект и ни один застройщиков и как жизнь не захочет там ссориться с риэлторами потому что на самом деле сочи город такой уж большой да все друг друга есть в отцапе так далее если что-то так получилось то скорее всего в этот объект больше никто никого в жизни ни от того клиента не приведет поэтому получается так вот и как бы самое интересное что клиенты и тогда с чувством что они всех вокруг обманули что они просто молодцы все вышли напрямую на застройщика что это они берут за такую же цену какую-то которую озвучил риэлтор и все но риэлтор все равно получает свое вознаграждение вот такая штука поэтому что я могу сказать ну могу сказать что через риэлтора гораздо больше вероятность что вы получите какую-либо скидку потому что например вот за счет того что там например ну за счет вала можно много чего сделать например я сегодня продал квартиру босфоре я первый кто продал квартиру в этом жилом комплексе и я смог в честь того что первые клиенты все я смог взять и согласовать для клиента скидку в размере 70 тысяч рублей стоила квартира 65 тысяч за квадрат мы продали по 63 тысячи за квадрат 70 тысяч рублей я для клиента сэкономил если бы обратилась напрямую все потому что мне позвонили сейчас застройщики поздравили с первопродажей их комплексом и сказали что девушка должна вам пиво я куда они пиво не должна горятом тортики привезла вот так вот поэтому что я могу вам сказать поэтому здесь конечно зависит все я могу вам даже дать подсказки одно дело когда вы ищете вторички вот когда вы ищете вторички там эта штука проканывать например вы взяли там посмотрели например вторичку да посмотрели вы всевозможные вторички да и потом берете как бы потом вечерком и пытаетесь выйти на собственника квартиры вот эта система в принципе проканает потому что сами по себе продавцы продавцы квартир они ну которые единичном загулярия они непорядочные ну подумают что скажут что ну там как бы сказать что комиссию не заплатил ну и что ему больше в этом городе ничего не продавать поэтому вот повторичка повторичка сразу повторюсь как бы если вы не этичный то это нормально вы проезжаетесь повторичка проезжаетесь именно с риэлтором и потом пользуетесь случаем пользуетесь купить без риэлтора и сэкономить определенную сумму денег сразу скажу а вот с первичками с первичками это не проканает я могу сто процентов и это знают все поэтому как бы если вам охота потратить свое драгоценное время там взять парокатную машину поездить там немножко повернуть то конечно это можете сделать но еще раз вам повторюсь что в этой серии получится это получится только со вторичками ну и соответственно почему вот мне многие задают вопрос почему не сталкиваешься с продажей участков почему не сталкиваешься с продаж домов потому что дома и участки именно продается так как бы люди соответственно со стороны ну часто поступают не этично поэтому ты берешь выбираешь им дом ты выбираешь им участок ты ездишь просто жесть это какая трудная работа даже не представляете а потом как бы люди берут все равно пытается выйти напрямую на собственника и на собственника выйдут там ничего плохого нету и соответственно берут как бы кидают а собственник он продает один дом да он без в конце да можно спокойно кинуть как бы в таком духе мы там с тобой договор не подписывали мы с тобой это не делали либо там подавай на меня суд как это многие любят говорить как бы подавай суд да и все поэтому еще раз повторюсь как бы почему я не ищу дома да потому что я ценю свое время я уважаю свое время и я не могу это время нерационально использовать вот такой ответ но если меня кто-то прямо из моих хороших знакомых попросит как бы я имею ввиду даже самого подписчиков которых я уверен да в чем поступать понять уверенность да не позвонил клиент все сказал так так и поговорю посадил по разговору нормально адекватный мужик все нужно взлет османа доброй я взял просто как бы свои деньги внес он мне внес все я даже не пожалел там 50 тысяч сделал взял взнос почему да потому что я по голосу вижу я уверен в нем а он уверен во мне и мы 2 2 2 уверенности сделали как бы но я это не могу сказать я могу сказать что как бы я как бы хороший психолог я поэтому вычисляю любых так скажем клиентов так вверх нерс я их я их спокойно вычисляю там по голосу по интонации по манере ведения речи и все по манере в день диалогов поэтому именно здесь я могу сказать вам одну простую вещь как бы ну именно вот именно вот так вот по-другому у нас не дано ну и давайте как бы давайте рассмотрим все таки тему как она называется да как можно обмануть так скажем риэлтора еще кого-нибудь еще кого-нибудь ну вот по вторичкам можете по первичкам у вас не получится даже может по первичкам даже и не пытаться вам никто не сделать скидку вероятно что сделают скидку через диэлтора она есть а вероятно что он застольщик сделать скидку она идет ну приравнивается к нулю есть такая потому что эти лентика участников этики нету поэтому с частниками большинство и не и не любит некоторые берут нас работают обжигается опять работает опять обжигается ну как бы я не не из тех меня пока нету знаете такая народная мудрость да когда коту делать нечего чтобы мальчишка правильно он яйца лижет но у меня есть что делать поэтому я не могу подать время вот именно такие ну и вот сегодня как бы как я и говорил девушка приезжал у нас за покупку квартиру мы с ней предварительно все обговорили обработали и она купила квартиру себе и конечно же мы уложили сегодня день она приехала прилетела в половину десятого утра и сейчас я уже и проводил обратно в аэропорт все как бы как бы я свое слово держу рассрочку обещал рассрочка организовал обещал обещал показатели лучшим это все это сразу в него улюбилась потому что когда я с вами общаюсь дистанционно я уже вы приезжаете ко мне я уже знаю что я вам продам потому что как бы может я талант может быть еще что не знаю как называется но я чувствую то что нужно человека и может меня поздравить я купил сегодня вторую квартиру вот так вот и скоро я вам ее покажу я себе в тус или вторую квартиру сейчас делать договора поэтому скоро вам покажу захожу я наверное с числа 15 на ремонт чтобы новый год встретить в новой квартире вот такая штуковина поэтому скоро добро пожаловать на новоселье ну и что вам еще такого интересного сказать ничего опять мы видим садвера немножко в пробке давно не все это чувствуете и что я могу вам сказать мои как бы условия в силе еще раз вам говорю мы с вами общаемся если вы приезжаете я вам не подбираю квартиру я вам возвращаю деньги при условии что вы едете целенаправленно за квартиры они отдохнуть где нам немножко другие устои там немножко сложнее а если вы едете на правильную за квартиру и мы с первого дня мы с вами начинаем сразу работать мы по квартире они ждать когда вы сначала suppose за или скупаетесь когда погуляете этот немножко другой идет здесь я тут здесь вам билеты не готов отплатить А именно тут я вам билеты готов оплатить Потому что я уверен в себе Я уверен в себе как в эксперте И как бы Миссия у меня такая Чтобы вы стали довольны Чтобы Опять же я за то, чтобы у меня были Хорошие классные соседи Так скажем Чтобы мы стали с вами настоящими братьями Севастными сочинцами Ну вот как бы так Ну и Что я могу сказать Если цель у вас Не купить хорошее жилье А цель чтобы Купить квартиру И параллельно всех обмануть Выбирайте вторичку Во первых и вас обманут За ремонт вы переблазите Еще какие то моменты И как бы Ну как бы так И тоже мне сейчас позвонил один человек Тоже как раз был с клиентом Он мне сказал Вот Максим Ко мне говорили Что вы заправите в квартиру Дали вашу ссылку Я говорю Где вы нашли Говорит Ну мне дал риэлтору все Какую Ну цену вы мне дадите напрямую Я говорю Какой риэлтор Он говорит С С горизонта что ли С горизонта Я говорю Нет Цена останется точно такая же Потому что Риэлтору говорю Благодаря риэлтору Вы узнали про мою квартиру Поэтому Как бы я двигаться не буду Приезжайте Смотрите Уже будет литерально говорить Но И мне тоже Риэлтор Смотрел С моих роликов Вот там Заложена цена Я говорю Да Цена заложена Риэлторское Разнаграждение Еще раз говорю Если бы не было риэлтора Вы бы не узнали Про мою квартиру То что вы сейчас Напрямую вышли Потому что Вы нашли Мой номер телефона Под видео Но Я Не могу Так сделать И так далее Я ему нормально Объяснил Пускай обижается Пускай не обижается Но таких Как я На самом деле Единицы Вот такая штуковина Ну все Давайте Не буду вас грузить Всем пока Всем хорошего настроения У меня настроение Очень хорошее Да За эту Получается За эту неделю У меня уже Шесть сделок Шесть дней Шесть сделок Я Как бы молодец Ну все Давайте Всем пока С уважением С любовью Ваш Максим Компания Элитный Сочи Пока Субтитры сделал DimaTorzok